Субботний день начался с торжественного построения казаков и уникальной акции. Сочинцам было представлено полотно, вошедшее в книгу рекордов Геннесса, весом 135 килограммов. Впервые на площади Зимнего театра в рамках празднования Дня города был развернут самый большой флаг России, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров. Этот реколор был подарен городу известным телеведущим Николаем Дроздовым. Такой огромный подарок установить на флагшток невозможно. Главный символ государства вновь будет развернут уже в следующем году на праздновании Дня города. И это станет традицией. Еще одним зрелищным мероприятием стал парад казаков. Порядка 500 представителей из Сочи, Новороссийска, Туапсе и Геленджика прошли маршем от Зимнего театра по курортному проспекту. Колонну возглавили учащиеся единственные на курорте казачьи школы. Дня города. Город стал совершенно замечательный. Я родилась и выросла на этой улице Новогимская 12. Это был ужас, конечно. Сейчас это такая красота. Все восхищаются. Я сама восхищаюсь. Я обожаю свой город. Я о нем даже пишу песни. Много замечательностей. Все сделали. Озеленили город. Работает программа «Служить величию России». Начиная от первоклассника и заканчивая с нами уже взрослыми. Мы гордимся Россией. Мы гордимся Сочи. Мы гордимся Краснодарским краем. Еще одним подарком в день города стало открытие скульптуры «Чайки на якоре». Мэр Анатолий Пахомов предоставил возможность перерезать символическую ленту юным сочинцам. Для них эта композиция – новое декоративное оформление парка. А вот старожилы помнят, что эти чайки украшали фонтан и были визитная карточка ривьеры еще в 1950 году. Девять лет назад фонтан был перестроен. Произведение скульптора Владимира Гуслива отправилось на склад. И теперь, благодаря сотрудникам парка, оно вновь радует жителей и гостей города. Что такое город? Это городская среда. Это парки, скверы, дороги, дома. И самое главное – это люди. И, конечно, наш город, он многонациональный. У нас больше 120 национальностей здесь проживает. Я хочу сказать, проживает дружба, любви, и мы гордимся, что у нас, в общем-то, созданы такие отношения. У каждого народа своя история и культура. Эти богатства были продемонстрированы в рамках городского фестиваля «Этносочи», который прошел на площади у Южного Мола. Здесь же чествовали молодоженов, пары, сохраняющие свою любовь не один десяток лет, счастливых отцов, чьи дети появились на свет в день города, а также бюджетников. Лучшим работникам образования, культуры и здравоохранения были вручены ключи от квартир. Поблагодарили и профессиональные династии, семьи, которые на протяжении многих лет посвятили себя одной сфере – медицине, строительству или туризму. Завершились дневные торжества выступлением народных и танцевальных коллективов. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...